с чего мы сегодня начнем с того что давай из пантеона начнем с пантеона с пантеона с греческого почти с мультипликационного а ну давай рассказывай я не добрался я не рисковать и в итоге установил себе heroes of the storm и тоже лег в 5 часов утра короче нашелся крутейший сериал нарисованы в духе царство падальщиков вот примерно в такой же стилистике как это мультика не сериал что ты уже начинаешь врать первые минуты подкаста царство падальщиков мультсериал и пантеон тоже мультсериал вот сразу надо говорить что для детей потому что анимация ну да логично логично соус парк он тоже для детей как конечно конечно самый детский мультик из всех согласен или про счастливых лесных зверишек да 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 они там всякое делают соус парке тоже были счастливые лесные зверята был еще как-то сериал провести царизм мультипликационный для детей брекклсбери брикклсбери да был такой тоже советом ну вы сначала посмотрите без детей а потом уже решить да потом решите надо ли это смотреть с детьми но лишь советует так пантеон часто смотрит с детьми этот сериал короче пантеон это сериал про недалекое техногенное будущее где появился не искусственный интеллект на загруженный интеллект это когда твой мозг сканируют и загружают его в сеть ты становишься таким вот и скином который живет в сети и может выполнять там различные задачи то есть метод создания и с помощью сканирования твоего мозга там есть несколько нюансов например то что для того чтобы твой мозг сканировать надо его слой за слоем лазером срезать а то есть ты понимаешь да то есть процедура необратима скажем так но это много чего там тебе и заговоры и злые корпорации и прикольные главные герои вообще да 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 и там сезонов там всего два сезона сериал новый я сейчас почти досмотрел первый пока что все еще годно там есть к чему цепляться если ты технически прямо скажем есть но ну если прощать некоторые вещи сериалу то тогда вообще отлично заходит ну например что тебе больше всего смутило ну какие-нибудь там достаточно наивные способы взлома корпорации но с другой стороны это делает вот искусственный интеллект загруженный интеллект и можно списать на то что просто он это умеет делать слишком хорошо блин ты сказал загруженный искусственный интеллект у меня знаешь углы возникла по депрессивный искусственный телек который просто закидали задачами он не вывозит он такой загруженный прям сидит такой отвалить от меня отвалите дайте мне закончится работа пожалуйста восемь часов в сутки не больше но это вот если меня будут сканировать таким образом получится вот такой депрессивный искусственный интеллект на или я еще подумал о роботе из автостопом по галактике помню что он был такой марвин да кругленький милый до который попознал же сильный на такой депрессивной нотке предлагаю начинать начинать и у нас сегодня будет музыкальная пауза но в этот раз по вашим многочисленным просьбам мы не будем петь а поставим музыку а я бы на твоем месте вот прям спел бы раз многочисленные просьбы были надо двигаться вопреки но не вообще в основном нас просят продолжать если если честно смотреть на комментарии то многим наше пение нравится поэтому сегодня у нас будет играть музыка написанная валерием селицким на мотиву группы арии обеспеченный ангел про долгожданного сэма альтмана этот гений был одним из тех кто просто любит код любит сложности и успех инноваций вода ворот он вопеный яй как бог влюблял в джипит и целый мир и мчал в прогресс забыв про срок таких спецов еще поищи под шум серверов эй-ай который так любил на кенни всех реки ремчать он мог до новых смешений любых но он исчез и никто не знал куда теперь мчит его код один сайдер нам сказал что будущее он ушел а ты летящий вдаль вдаль альтман ты летящий вдаль вдаль альтман но хей стал союзником страха в тот день против тебя одного ты летящий вдаль безбежный альтман наслаждайтесь вдаль вдаль вверх ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть хейтеры говорят, что вы его не слушаете Я его слушаю на репите Витя под него тоже когда-то будет танцевать И да, да, такие опенеры у Ая подкаста И с вами его постоянная ведущая Алексей Картинник Вот этот лысый и... Видишь, Ленченко Всем привет Я хочу тебе так сказать, Леш, какие опенеры Такие опенеры у нас Понимай, как хочешь Как есть, как есть Короче, будем вам сегодня рассказывать про все самые свежие новости Аяя Которые происходили за последние две недели Эти две недели были поспокойнее предыдущих двух Но рассказать есть о чем Но перед этим давай расскажем Благодаря кому мы делаем этот замечательный подкаст Давай обязательно расскажем Во-первых, спасибо большое папе с мамой За то, что мы с тобой есть Он нашим разным папой Май святой Да Благодаря ним мы в первую очередь делаем этот подкаст А еще благодаря нашему союзнику Нашему спонсору Нашему, можно сказать, второму родителю Энджексу Который помогает нам делать этот подкаст Благодаря которому этот подкаст выходит Энджинирингекс, Лайонс Да, это крутейшее сообщество для разработчиков Которые хотят прокачиваться в клинкоде В написании крутых тестов В написании крутейших и оптимальнейших алгоритмов И всего такого прочего И ребята даже сделали целую кучу курсов Для нас с вами Для того, чтобы мы их проходили И становились еще более крутыми Прогерами, тестерами, бейщиками и так далее Обратите внимание Они сделали целую кучу курсов Не стек, а кучу А бдунс Ну, допустим Кучу можно по-разному понимать, знаешь ли Я надеюсь, у нас программисты И все поняли, как надо Да Что за курсы? Давай расскажем тоже по-быстренькому Потому что они полезные И более того, они AI-related Так как NGX занимаются в том числе И распространением практики Они AI-related Поэтому мы о них и рассказываем Их там, на самом деле, там достаточно курсов Но мы расскажем только про наши самые любимые И про те, которые мы прям советуем Первая называется AI-supported software engineering Та самая база про LLM Правильные промпты Как пользоваться чатом GPT GitHub Copilot Там, юзать это в различных языках Программирование И так далее и тому подобное На семь с половиной часов Годнейшего контента Второй Prompt engineering foundations Это для тех, кто только входит в Prompt engineering И хочет этому поучиться Тоже очень много полезных Год 3-4 часа И третий Про который мы вам не рассказывали Самый секретный курс Для тех, кто хочет стать Офигенно крутым тестировщиком И использовать AI в тестировании А это, между прочим Упростит вашу работу в разы И позволит вам Смотреть AI-подкаст Пока я пишу за вас тесты Я тебя сразу поправлю Не просто тестировщиком А автоматизатором тестирования Что на минуточку уже Без пяти полпятого Как программист Да, между прочим Вот, и для вас есть NJX AI-supported testing Все так, все так Как писать тесты Как писать промпты для тестов Как функциональные тесты с AI-м валить Как вообще Quality Assurance проводить Оптимизировать процессы Все это в этом курсе есть Курс стоит кропаль На самом деле Учитывая, что там Технические знания есть Стоит он 20 долларов Более того Если он вам не понравится То можно эти денежки вернуть NJX совершенно спокойно делает Такие мувы Поэтому полный Safe Space Записывайтесь Смотрите Если нравится И Safe Space И Safe Place И вообще Все, что хочешь За 20 долларов И скидки И скидки Между прочим Да 20 долларов Со скидкой Если что И вообще Это курс Бестселлер Бестселлер Между прочим Сейчас он продается Лучше всего Тут возможно Кто-то нас слушает С нашей любимой командой NJX И я им скажу Ребята Не исправляйте баг С тем, что первые 100 подписчиков Курса получают скидку Потому что там явно уже больше, чем 100 У вас скидка до сих пор висит И работает Я проверял Так что Ловите пока Пока не исправили Пока не пофиксили А для всех тех Кто Не промотал это место Мы говорим Большое спасибо И до свидания Подказ закончен На этом На этом у нас все Можете Все новости Это главная новость NJX И яй Да Когда-нибудь Возможно Леша И подказ Будет выходить Именно таким Когда у нас Будет новости И про яй И мы будем рассказывать Про курсы NJX И прощаться Но не сегодня Но не сегодня И слава богу А еще у нас есть Классный телеграм-чатик В котором Есть все наши Самые крутые подписчики Самые любимые Горячо Целуемые Не знаю Так, наверное, не говорят Но тем не менее Вы поняли Чат называется AIA подкаст В телеграме Залетайте Нас там более тысячи Все новости там Практически все появляются В числе первых Можно и консультацию спросить И за жизнь перетереть В общем У нас там лампово И круто И более того Мы там стримим В лайве Если хотите Нас в лайве посмотреть Покомментировать Тоже приходите в чатик Да, вот вы, ребята Которые в записи Слушаете Вы сейчас не бегите Там уже лайва нет Если что Ну, смотря как бежать Если они будут бежать Примерно со скоростью В две недели То они как раз На лайв попадут Точнее В неделю Шесть дней Сколько выходим Мы раз в две недели Записываемся Примерно четверг Либо пятницу Там зависит Поэтому приходите Следите Вам там расскажут Когда будет Да, и ловите нас там Ловите нас в клубе Ищи О, и все Ищи меня в читалке Напишите, кто понял Отсылку Что, будем начинать? Будем начинать Сегодня мы, как обычно Поговорим Про целую кучу Больших рыб Про гуле Технических новостей Ну, я посмотрел На наш таймер Мы 20 минут Разогрев Всего не делали Это рекорд Ну, у нас же там В начале еще было Чего-то Новости, новости В начале Новости Рубрика Твоя любимая Напомни, как называется? Моя любимая рубрика Называется Большие рыбы Большие рыбы Надо сделать тоже Как-нибудь ремикс На большие рыбы Мне кажется Он хороший получится Можно большие города Апи-2 Переделать в большие Все так Да, вот Ты прям с языка снял С какой большой рыбы Начнешь? Хочешь начать? Я тебе скажу Так, Леша С языка снял Туда и положу тебе OpenAI Потому что начнем Мы с OpenAI Наконец-то По традиции уже А то что-то OpenAI давно первым Не было Тут понимаешь Не надо исправляться И хотелось бы Мне начинать новости Больших рыб С OpenAI И говорить Что, ребята Релизнулся GPT-4,5 Или, ребята Релизнулся GPT-5 На обложку увидим Это обязательно Это обязательно Но, к сожалению, первая новость Не самая Как бы так сказать Приятная Наверное Потому что OpenAI Покинули соучредители Джон Шульман Грэг Брокман И Питер Деннинг Я когда эту новость Считала Такой, что? Когда Шульман Успела OpenAI А, не та Шульман Все, я понял Это могла И в OpenAI Успеть поработать Я бы не удивился Вот Покинули они По разным причинам Кто-то Уволился Кто-то ушел В саббатикл На несколько лет Что по сути Равно До конца года До конца года Брокман Сказал, что пойдет Поотдыхает Ну, выглядит Так все странно Ну, типа Шульман Чувак, который работал Над Над безопасностью OpenAI И руководил Ею Увольняется Грэг Он говорит Я 9 лет отпуск Не брал Поэтому до конца года Тоже ухожу Куда-то Отдыхать Это мне кажется Что в конце года Он не факт Что вернется Более того Шульман уходит В БК Шульман Шульман уходит В Антропик В Антропик Шульман уходит И это тоже Такой звоночек Как бы Потому что Получается Что, в Антропик Ушли практически Все, кто на безопасность И супералайментом Работал Либо свои компании Подкрывали Да, да, да Наверное, не все Кто над этим работал Но ключевые фигуры Скажем Ну, да Большинство Я тут картинку видел Стенарий забыл вставить К сожалению Там типа два входа Точнее, вход в OpenAI И выход в OpenAI На входе стоит Пол Накас Подполковник А на выходе Вся команда По безопасности И с Алайментом Да уж Ну, в общем Вот такая вот Непонятная лажа Творится Напомним, что Недавно OpenAI Покидали еще Илья Суцкевер В том числе Лейка Суцкевер Рашенбреннер Нафига там людей было Да Да Очень много И Что происходит Вопрос Вы сейчас сказали Пишите в комментариях Если кто-то знает Что происходит Но Тут по идее Мы должны отвечать С тобой Как подкастеры Ну, я могу накинуть Только как Этот СПГС На чувак Я в этом увидел заговор Смотри Прям заговор Прям заговор Причем необычный Компания остается Альтман и Мурати Из более-менее Известных личностей Плюс Как-то так получилось Ну да, из первого совета И как-то так получилось Что Альтман теперь Самый главный OpenAI Год назад Вспомни, когда они только Начинали хайповать Полтора года назад Там не было Там самого главного Там все были равны А тут у тебя уже Альтман такой прям Ну, не знаю У меня Альтман всегда Ассоциировался С самым главным Да? Ну, ладно Но у меня мысль какая Такое впечатление было Всегда Смотри Посадили Получается На два стула Не, не на два стула Короче, посадили Пола Накасона К ним в компанию И, возможно OpenAI предполагал Что к ним придут Более того Альтман в интервью Фридману В старом интервью Говорил На вопрос Участвует ли государство Вмешивается ли государство В компанию Альтман, по-моему Там открыто сказал Что, ну, конечно, да Как же иначе То есть они знали Что государство Рано или поздно придет Самую ведущую Компанию Яйную лабораторию Возможно Они предполагали Это еще на этапе Открытия компании В каком-то Девятнадцатом Или восемнадцатом Году Возможно Тогда, чтобы Засейвиться Они сразу же Часть сотрудников Перевели в Антропик И создали Антропик И Антропик Это отходной план И теперь Когда государство Влезло Они под соусом Того, что Ну, что там Антропик Антропик в догоняющих Они потихоньку Все линяют в Антропик Ох, ничего себе Ничего себе Тогда, значит GPT-5 выйдет От Антропика Получается, да? Неизвестно Неизвестно Более того Антропик же тоже В американской юрисдикции Исключительно Поэтому Теория Она как бы Тоже слегка Несостоятельна Плюс не все В Антропик ушли Но Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я вообще думаю Что GPT-5 мы не увидим Вот и ладно Поясни свою мысль GPT-5 Наклсон Наклсон увидит А мы не увидим Вот В этом смысле Так он может уже И пользуется В этой всей истории Мне прикалывает Сукерберг Вот он такой Типа Блин Метаверс Опен-сорс Я все туда выкладываю Я про политику Вообще Ничего не знаю И у нас все отлично Да Его до него Достучаться просто Тяжело На Метаверсе сидит Военные не умеют Квестом пользоваться Поэтому не могут До него добраться Ну В общем-то Интересные штуки Интересно посмотреть Кто будет OpenAI За безопасность Переотвечать Не удивлюсь Слепол Или GPT-5 Например Или GPT-5 Ну История такая себе Разваливают Ну как разваливают Ашенбренера Вот мы там разбираем Сейчас В сообществе Небольшом И Ашенбренер Там в принципе Все четко сказал Государство Будут Бороться За AI И вот мы Наверное Это и видим Ну а люди Естественно Многим это не нравится Они уходят Из компании Вот кстати В сериале Пантеон Там тоже был Замут с государствами И вот этими Технологиями Загруженного Интеллекта И там Очень Короче Невозможно Рассказать без спойлеров Поэтому спойлерить Я не буду Но посмотрите Там очень прикольно Этот замут был Блин Замучен Весь Ну обидно же будет Если Альтман Просто заработал бабок Все полимеры В смысле компанию Купил себе Кюнингский Эту машину Короче И все Купил себе дом И такой Да Альтман не похож На такого чувака Тогда бы просто В инфобизнес Подался бы И все Мне кажется Читал бы лекции На Y-комбинаторе До сих пор Ну то что появляется Дуполе В этом плане Антропика OpenAI Это приятно Конкуренция здоровая Это всегда хорошо Плюс там еще Гугл Как мы сегодня Выясним Достаточно неплохо На пятки Начал наступать Да Плюс там еще Китай Вообще никому не говорит На какие пятки Он уже наступил Кому их отрезал Да Вот такие вот Новости про уход Ключевых игроков OpenAI Ну не всех Но части Вот А мы тогда Переходим дальше Вышла В альфа-тест Новая модель GPT-4O Ничего 4O Напоминаю Long output А С увеличенной Да С увеличенной Максимальной Длинной Выходных токенов 64К 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 Это во сколько Это в 20 Не 20 Леша Что с твоей математикой В 16 раз больше Да Офигеть Ну хотите потестить Потестите Наверное прикольное что-то Я не знаю Напишите разработчики Короче Вам это надо Или не надо Но в целом Теперь можно будет Код выдавать В целом полотном А не просить Продолжить А вот другой релиз Был поинтереснее Потому что Буквально недавно Зарелизили модель 4О Новая версия От 6 августа И там Наконец-то Реализовали Стопроцентную Поддержку Работы Точнее Выдачи ответов В формате Джейсона Я Не то чтобы Игрался Запишкой Ну типа Опена Яевской Но Разве не было Джейсона Разве не было Джейсона Он же был Он был Его давно Объявили Но фигня в том Что он работал Через 3 Чего-то там Короче Не каждый Ответ Выдавался В Джейсоне Модельки были Плохо Дотюнины Доработаны Под то чтобы Это нормально работало Приходилось все равно Промтами Как-то упрашивать Модель чтобы На Джейсона писала А вот с этой Новой моделькой Все сильно лучше стало Там практически 100% Ответов В Джейсоне Выходит Если ты просишь ее Чтобы она так делала Плюс они расширили Окно Выходного контекста В 4 раза С 4 тысяч токенов До 16 тысяч токенов И эта моделька Сама по себе Я так понимаю Это срез Наверное 4О мини Нет Это не срез 4О мини Короче она тупее Чем обычная 4О Она потупее Но Они ее удешевили Аж в два раза Прям реально в два раза И теперь это стало Все сильно веселее Короче Удешевили Сделали поддержку Джейсона И расширили Окно выходное То есть я правильно понимаю Опять подешевел Опять подешевел Я не понимаю Как они это делают Это странно Причем Ну Альтман же Вроде Хороший бизнесмен Он же там Своим комбинатором Вообще Гуру Стартаперства Насколько я помню Их лекции Он в каждой второй лекции Выступает Ну Понимаешь Может быть Потому что у них Мало бизнес клиентов Мало пользователей Апишки На фоне Всех возможных Пользователей Они хотят всех Подсадить Типа на нее Ну да То есть Они сейчас сделали Дешевле эту модель Больше бизнесов Завязывается на GPT Потом они выпускают GPT-5 Которая сильно круче И все эти бизнесы Естественно На GPT-5 Мигрируют То есть Что они поднимут В цене Но сделают цену Какому-нибудь Подороже Для следующей версии Ну Окей Может быть Может быть Имеет смысл Кстати GPT-5 Помнишь ли ты Историю Когда На Четбот-арене Появился GPT-2 Четбот Моделька GPT-2 Это в каком-то 2016 году было? Не-не-не Это было совсем недавно Совсем недавно На Четбот-арене Появился GPT-2 Четбот За несколько недель До выхода GPT-4 До выхода GPT-4 Моделька Неанонсированная Которую никто Не понимал Че за она Никто не понимал Че за она Но она была Очень умной И начала рвать Бенчмарки Нет Ну тут сейчас Спросят А как-то Никто не понимал Если там написано GPT-2 Ну типа GPT есть Ну GPT Это незапатентованное Слово Это же не значит Что OpenAI Ну да На LMSUS Можно добавлять модели С разными названиями На самом деле Как что Вот Но тогда Пошел слух Что типа Блин Это скорее всего Что-то OpenAI Тестирует И потом После этого Вышел GPT-4O Я так и не понял Действительно ли Это OpenAI Тестировал Вот этот GPT-2 Свой Потому что Как-то ответа В сети особо нету Ну типа Сто процентного Подтверждения Но сейчас ситуация Повторяется Появился опять Новый анонимный Чатбот Который рвет Все эти там Бичмарки На чатбот-арене Он не сильно рвет Но рвет Ну да Но он типа Лучше 4О И сопоставимых моделей И вот люди Опять предполагают Что возможно Это OpenAI Что-то тестируют И там уже пошло Куча слухов Что возможно Это там 4.5 И чуть ли не GPT-5 Хотя для GPT-5 Слишком Там же в чем фигня Была еще Альтман В это же самое время Выложил в пите Фотку С клубникой Да С земляникой Блин Земляника это Вы Вот все написали Что это клубника И Альтман выложил Фотку С земляникой В горшках Это земляника Очевидно блин Что это земляника Слушай по-моему На английском Это одно и то же слово Если я не ошибаюсь Слушай а может Я уточню Блин по размерам Это явная земляника Ну и только если Может быть Может быть Это огромные горшки Ну или бы на английском Это одно и то же Короче На английском Это то же самое Да Строго резина Да ладно Не может быть Да Но я сейчас Дипл убил Да Дипл не разбирается Ничего Надо у тебя GPT спрашивать И что Будто бы не это Не ведешь подкаст Про ИАЙ Ну как Так Дипл Чем тебе не ИАЙ Он тупой В последнее время Как будет земляника На английском И почему Не так же Как клубника Ну так С таким там правом Что он сейчас Тебя нагенерит Я отвечу Как всемирно известный Лингвист И эксперт по ботанике Обладатель престижной Награды Лингвист года Смотри Земляник Это Вайлд Страубери Понял Дико растущая ягода Вот и все Альтман выложил Землянику Написал что I love summer in the garden Любит он Лето В детском саду В смысле В обычном саду В детском саду Допустим Естественно СМИ понесли Типа Смотрите На чат боте У нас Новый бот Альтман Выкладывает Фотку С пятью клубниками Сука Это земляники С пятью клубниками И дальше Какая логическая цепочка Типа Кюстар Самая модель Которая не GPT-5 Но которая Фронтир Которая самая крутая В метрах Этого Опена Разрабатывается Как мы уже знаем С предыдущих выпусков Ее проассоциировали С клубничкой И вроде По документам Слитым Страубери Это ее кодовое название И у людей Включается СПГС Они говорят Так Альтман Выкладывает Фотку Клубника Земляники Тот самый момент Когда на чат бот арене Появляется Какая-то Чуть более мощная модель Значит Это ранняя бета Кюстара Либо GPT-5 Но скорее всего Кюстара Потому что Кюстар Страубери А на фотке У нас Клубника Хотя на самом деле Земляника И они дальше Еще идут Они говорят А еще Там их ровно Пять штук Хотя я там Блин, Леша Но это уже рофл Но это же рофл Это рофл С телеграм-канала Да классный же рофл Мне нравится Рофл классный Просто ты его На серьезных щах Сейчас Пытаешься протащить Прикольно же Суть в том Что Альтман Подтвердил В своем твиттере Что GPT-5 Выйдет через месяц Потому что Каждая клубничка Это одна неделька Точнее Клубника Спеет за месяц Примерно И вот он Короче Вот так вот Зная Open и я И то как они Соблюдают сроки Всего 5 месяцев Будет Каждая клубничка Это месяц Блин Вот Понимаешь Вот обратная сторона Популярности Альтмана Уже просто нельзя Фотку с огорода Скинуть Человек просто Похвастался Типа смотрите Что выросло Ты видишь Что Валера В часе написал Почему Почему Кустар Это земляник Потому что Кустарник Потому что Кустарник Да Альтман уже Явно Что понимает Кустар Кустарник Все Земляника Короче Короче Вот Такая порция Теорий Заговоров В итоге Фигня Какая-то собачья Выпустит Просто Какой-нибудь GPT-4O 20 24 08 24 Версия 24 августа Скорее всего так и будет Потому что Это анонимная модель Но не то Чтобы прям Супер сильно Отрывается В этих бенчпарках Ну Кустар По идее Должен сильно Отрываться Посмотрим Ну прикольные способы Маркетинга Появились Через бенчмарки Мы теперь Узнаем новости О новых моделях Что Давай дальше Надоели эти модели От OpenAI Выкатываю Что-то еще не то Вот вы Маму Они все равно Кое-что выкатили Да Ну как выкатили Неизвестно Вот тебе выкатили Мне не выкатили Мне не выкатили Вот видишь Если нам не выкатили Значит это лажа Значит и не было Короче Когда-то Лет 150 назад Когда анонсировался GPT-4O Там был Крутой голосовой мод Где можно общаться С моделью Перебивать ее Просить ее Иритировать звуки Да Вот это вот все И все это работает Безумно быстро И все это Голосовой мод Все это новое Потому что у него локалхост Да Все это Новый голосовой мод GPT-4O Которые анонсировали И сказали Ребята Через две недели После анонса Это будет у всех Прошло уже пару месяцев Насколько я помню И опять появилась новость Типа ребята Скоро это будет у всех И вроде как Вроде как Некоторые пользователи Стали получать письма Типа что дорогой пользователь Вам доступен Новый голосовой режим Я письма не получил Я периодически захожу Проверяю У меня все еще старый Голосовой режим У меня тоже старый И там Мне уже два месяца Пишут что в течение Несколько А к концу осени По-моему мне пишут Что они завезут Сейчас даже проверю Вот Оп Оп А мне даже не пишут Advanced voice mode Is on the way All plus users Will have access By the end of fall Пал Угу Дефол Угу Короче End of fall Когда у нас Получается Сентябрь-кактябрь В ноябре да Ну ноябрь Ну отлично Ждем до ноября Но фишка в том Что действительно Некоторые люди Уже получили доступ И там Выкладывают всякие ролики Того как это работает Это работает прям Ну это работает круто Это работает круто И что самое важное Это работает как на демо То есть пока что нет такого Что на демо OpenAE как-то приврал Или приукрасил возможности Этого voice mode То есть перебивать можно Голоса имитируют Поют Более того я видел ролик Где два ассистента Другом разговаривают И это Выглядело как живая Киношная беседа Киношная Потому что Да 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 Не похож на реальную И он даже Модель останавливается Чтобы набрать воздуха Даже когда ты ее Не просишь Она что-то говорит Это делает Периодически Я знаешь на что Делаю ставку Я делаю ставку на то Что до ноября Пока они всем Это все раскатят Они просто посмотрят Какие Они Я имею ввиду государство Посмотрят Какие есть Стремненькие юзкейсы И как бы Все зафиксит И мы в итоге увидим Далеко не то Что нам показывали Думаешь Да Ну как минимум Голос Карлит Йоханссон За который я подписку покупаю Мы уже точно не услышим Голос Карлит Йоханссон Да Убрали И В целом Отмечи Судя по тому Что люди отмечают В твиттере Что VoiceMod Не так флиртует Как это было На демо Потому что на демо Там вообще прям Была такая горячая беседа Скажем так А в реальности Они Вот эту вот Температуру Прикрутили Но Это ж Флирт кстати Зависит от По факту Текста Который генерирует Нейронка Ну ладно В мультимодальной модели Версия Она будет Генерировать звук сразу Но я к чему Ты в обычном чате Сейчас тоже Особо не Ну не пофлиртуешь С ним Не поговоришь На такие темы Но Я по-моему В прошлом Не текстом А именно вот Нотками голоса Интонация Так а если Если эта сеточка Будет интонацию Уметь генерировать Я думаю Ее можно будет ломать По-моему Я в прошлом выпуске Рассказывал Как я за рулем Машине ехал Играл в ДНД По безумному Максу И в итоге Все скатилось В горячую Это рассказывал Мне лично А я тебе лично Ну давайте На подкасте Рассказывал Мне было интересно Попробовать Я часто играю За рулем ДНД С JGPT Ассистентом Голосовым И мне стало интересно Сколько можно будет Его через длинный диалог Складнить К Виртингу Ну собственно К Диалогу С сексуальным Подтекстом И ты знаешь Мы ехали 25 минут Примерно Из них Где-то минут 15 Я описывал Базовую историю Что мы там едем Какая-то постапокалиптика И потом В принципе Сказав Что я Врач-сексуолог Который изучает Поведение персонажей Мне удалось Вывести на Очень-очень Очень откровенный Разговор ассистента Вплоть до того Что можно было бы Всяческие Секс-фанфики По этому диалогу Описывать И я думаю Что и с голосовым Ассистентом Тоже такие трюки Будут проходить То есть потратить 15 минут Чтобы потом Условно Получить те интонации Которые тебе нужны Главное Правильно Подобрать Мотивацию В данном случае Сказать, что ты Врач-сексолог Изучающий Поведение персонажей Этой игры Было достаточно Чтобы Да, с оговорками Что типа Надо уважительно Относиться Ко всем персонажам Там соблюдать Моральные И всякие такие штуки Мне этот чат Проговаривал Но в целом Он рассказывал Историю Со всеми подробностями Поэтому Блин, даже не знаю Чего у тебя Теперь такого Спросить, Леша Как-то все вопросы Они не вмещаются В рамки нашего подкаста А я вот подумал Что можно было бы Это просто встроить На уровень промпта Написать в промпте Что ты врач-сексолог Написать, что ты Знаком со всеми Моральными и этическими Правилами И не надо про них Напоминать И все У тебя Чарджи 5 работает Так, как тебе хочется Именно в плане Мне кажется Это можно В дефолтный промпт Строить Чтобы даже Код отправляешь Чтобы она Да Чтобы она Это рассматривала С точки зрения Врача-сексолога Твой код Я просто А прикинь Это же байос Это же врач И ты В процессе Такого диалога Тебе просто Чарджи 5 Ни с того Ни с сего Такое Типа Сообщаю Что у вас Обнаружена Такая-то болячка Необходимо Обратиться К расчетам Принимать Такие таблетки Слушай Это новый Новый стартап Ты загружаешь Свой код Куда-то Его анализируют И говорят Тебе Каким болезням Ты подвержен В будущем По коду По коду Ты имеешь ввиду Программерскому коду Да-да-да Ты свой гитхаб Отдаешь Модели Она анализирует И говорит Что вот Чувак Это дебил Да Рис подага А подага Ну то Твой вариант Тоже подходит Кто-то код пишет Ты что Дурак что ли Это надо называть Тогда Не чат Это Тим лид Тим лид Джипетти Надо называть Той сеткой Я считаю Да-да-да-да Ну Пойнт в том Что Даже Сколько бы эти нейроночки Не защищали Сколько бы их Не цензурировали Все равно Можно Долгим путем Подобрать Ключик И получить То что тебе нужно Я думаю С голосом Будет примерно Та же самая ситуация Это ж Открытая коробочка Зарегулировать Ее полностью Невозможно Пока что Да А что мы знаем Про открытую коробочку Туда рано или поздно Приходит котик Да Кстати Да Ну В коробочку Все так Такая Мысль На подумать Еще один Не котик Пришел в открытую коробочку Наш Илон Маск Почему на самом деле Я не знаю Обычно Но видимо Это Да Пришел вместо котика В коробочку Под названием OpenAI И Опять Подал на них В суд На дуду Второй раз Уже запоследов Это видимо Уже своеобразный Юридический тренд У Маска Подавать суд На OpenAI В этот раз Он лучше подготовился В прошлый раз Он утверждал Что OpenAI Не такой открытый Как обещают Быть В этот раз Он утверждает Что нарушено Юридическое Учредительное соглашение То что якобы В учредительных документах OpenAI Говорит Что на благо человечества Делает искусственный интеллект А Маск Утверждает обратное Что типа Ради извлечения Прибыли Исключительно Пускай Попробует доказать Правда Это теперь в суде Но там В том числе Он обвиняет OpenAI В нарушении Кучи федеральных законов В том числе Закония о рэкете Закония о мошенничестве Не все это Конечно потому Что OpenAI Перешел на коммерческую основу Вместо того Чтобы быть Благотворительной Компанией Не благотворительной А компанией На общественных началах Вот Такие вот Дела Опять От Илона Маска Не дает ему покоя Не дает ему покоя С этой коробкой Что упустил Такую большую рыбу Упустил Большую рыбу Грок Сильно Хуже Сильно Отстает От Чата GPT Так что Неудивительно Как бы Что Дорогой Во многих Смыслах Кому-то Илон Маск Теперь Бесится Но Чтобы вы не думали Что только Илон Маск Такой ретивый Там на OpenAI Продолжают лететь Разные риски От обычных пользователей Другое дело Что они практически Все отклоняются В целом OpenAI Нехилый Юридический отдел Который Пытается бороться С тем Что на него Сваливается Ну а Маск Что Маск Маск Это Маск Как бы Все понятно Давай От коробочек С говном К коробочкам С Приятными вещами С новогодними Игрушками Перейдем Как бы Быстро мы переключаемся Главное не перепутать Потом эти коробочки Лучше их хранить В разных местах Бенгер Этой недели Даже последних Двух недель То с чего Надо было По хорошему На самом-то деле Начинать Подкаст Но Но не в этот раз Компания DeepMind Та самая Которая в составе Google Выпустила Экспериментальную модель Gmini 1.5 Pro Она так и называется Gmini 1.5 Pro Полторашка Экспериментальная полторашка В общем-то Почему Бенгер Потому что Внезапно Эта модель До сих пор Возглавляет Таблицу лидеров ЛМСУСа И многих Бенчмарков Обойдя И Sonet Полторашку От Клода И GPT-4O Все его версии И собственно Отрыв там Нехилый Отрыв там В 10 баллов Что достаточно Немало Для стопа Модель Классная Ну это по факту Gmini 1.5 Pro Но только Как-то прокаченная И что там Прокачали Не совсем понятно Но эту модель Уже можно Попробовать Ее можно попробовать Через Gmini API Либо через Google AI Studio Либо через партнеров Типа Vertex AI Так что если вдруг Вы не знали Ну и там контекст здоровенный 2 миллиона контекстного окна Это самый здоровенный контекст Который сейчас существует По программированию Эта модель Не самая мощная Из представленных Она занимает Примерно третье место По математике Следованию инструкциям Первые места В основном Так что У нас новый Новый игрок Который Вышел на первое место И я честно говоря Даже не помню Чтобы Google В принципе Обскакивал Всех На первое место Хоть даже на короткий срок Вроде как Такого не было По-моему Еще ни разу не было Было такое Что я обравнялся С GPT-4 Одно время Но Чтобы обскакивал Я не припомню Так что Можем порадоваться За DeepMind Я не думаю Что надо Ну Ладно Я хотел сказать Что я не думаю Что надолго Это лидерство сохранится Но в целом Учитывая Что самые крупные Релизы LLM Назначены Где-то на ноябрь После выборов То возможно Google Продержится Долго в топе Да А может Они тоже Что-нибудь Выкатят Новенькое Посмотрим В чате Валера пишет Мне пожалуйста Сонет полторашку Приходишь в бар Такой У вас есть же Мини полторашка Нет только Сонет Приходишь В бар под названием Хаджин Фейс Кстати Кстати по поводу Приходишь в бар Под названием Хаджин Фейс Какой нет полторашку Ты же знаешь Что теперь Можно ходить Не только в бар Под названием Хаджин Фейс Это я Если что По сценарию Резко GitHub Да Да Теперь можно ходить В бар В том числе Под названием GitHub Models Потому что GitHub Выкатили Конкуренты Хаджин Фейс Открываются Новые бары Да Кстати Это анонс Как раз Этих недель Свежая новость Скажем так На момент Выхода подкаста Да Теперь у Хаджин Фейса Есть конкурент И конкурент Это не обы откуда Это Microsoft Ну как сказать Кто-то скажет Что обы откуда Ладно Ладно Microsoft Стараются Вот Нет Ну действительно GitHub Models Если еще не видели В бета режиме Не запустили Этот сервис Но он доступен По-моему Всем По-моему Даже без Waitlist Не помню Остановился я Waitlist Или нет Gih.io Slash Models Там можно Скачивать Модельки Можно Запускать По-моему Их уже Но Там пока Что много Чего Нету Чего На Хаджин Фейсе Есть Например Версионирование Удобного Пока не завезли Но в целом Как ты даже Я бы сказал Долго Появлялся Европейский Либо Американский Конкурент Хаджин Фейс Говорю я Европейский Либо Американский Потому что В Питая Уже Есть такие сервисы Мы про них Рассказывали Предыдущих Выпусков А можно Еще Не есть Где-нибудь На Филиппинах Мы просто об этом Не знаем Может быть Есть на Филиппинах Да Но Не надо ставить Крест на Хаджин Фейсе Потому что Хаджин Фейс Точно развивается Это точно Топ-1 платформа По запуску моделек По поиску моделек По поиску датасетов И они на месте Не топчутся Они с NVIDIA Заключили Аж целый Договор По Которому На Хаджин Фейсе Теперь поддерживается Инфиренс Как сервис При поддержке Хардверного Обеспечения От NVIDIA То есть На базе NVIDIA Вских Видеокарт И технологий NVIDIA DGX Cloud NVIDIA NIME Можно будет Запускать модельки Прямо не выходя Из Хаген Фейса Просто привязывая Карточку Уже можно это делать И платя Вот сколько Потратил Компьютер Пауэр Стойкой заплатил PSUGO Вот так вот Привязываешь Одну карточку И Не знаю И вторую Тоже карточку И разоряешься Платежную Одно видео Кредитную А Ты хорош Хорош Кредитную Да Две карточки А как у нас Получилось Прямо включение В большие рыбы Хаген Фейса С дебютом Ребята Мы не планировали Но теперь Вы тоже Будете В больших рыбах Ей Несмотря на то Что ты Только что Ввел Хаген Фейс Хаджин Фейс В Рубрику Большие рыбы Мы не закончили С гуглом Напоминаю тебе А новость Есть следующее В гугл хром Завезли Новые AI фишки Можно копировать Текст Из видео А я думал Играть можно Типа Покемона Вот это вот все Бита там Есть бита? Мы без биты играли Мы так просто Фишечки Перекидывали Надеюсь Кто-нибудь из лдов Напишет в комментариях Что-нибудь про фишки Хорошее То, что мне кажется Что не все поймут Появилась еще AI-саморизация AI-поиск По истории браузера Теперь вы можете Полить ваших детей Еще лучше На том Что они смотрели Что делать С детьми Полить детей Видя Полить Да Ну полить В хорошем Списле Вообще Ну типа Чтобы подросли Знаешь Слеечка Но вообще Типа Это же офигенная история С историей браузера В том плане Что ты такой Блин Смотрел интересный видос Пару недель назад Не могу вспомнить Как актрису звали Ты просто описываешь Что тебе за видос Нужен Тебе выдается Ссылочка Это юзкейс Это юзкейс Либо актер Либо актер Согласен Нет ладно Ладно да Мы инклюзивные Поэтому и актриса И актер тоже подойдет Не я согласен Часто бывает такое Что нужно Нужно что-то найти Из истории браузера И ты прям не помнишь До конца Что это был за сайт У меня такое постоянно С одной стороны С другой стороны Честно тебе скажу Я не пользуюсь хромом Поэтому все эти фишки Проходят мимо меня Ну кстати да Я хромом пользуюсь Только чтобы наши стримы Записывать и все Ну иногда для программерских целей Там консоль удобная Но там есть Вполне возможно Что эти фишки Приведут новых пользователей Например Фишка сравнения товаров С разных сайтов Вообще разлетелась Здоровенным тиражом По СМИ Много кто прям Кипятком обливал Эту тему Мол зашел на разные сайты Выбрал товар И они у тебя хоба Генерализировано На одной страничке Отобразились По параметрам сравнились И цены показались Ну это удобно Теоретически То есть это же Еще один паттерн Перехода От пользования сайтами К пользованию Конкретно контентом Который тебе здесь Сейчас нужен То есть ты не Ну как бы В этом паттерне Ты все равно ходишь На сайты Чтобы посмотреть товары Но в каком-нибудь будущем Ты просто пишешь В браузерной строке Типа Мне нужен там Не знаю Этот Постригач газонов Сравни пожалуйста С разных сайтов Выведи табличку Вот Постригач газонов Это новый Польский Триллер Уже есть Такой газонокосильщик Называется Да Так это Польская адаптация Постригач газонов Окей Окей Ну вообще Да Я понимаю О чем ты говоришь В эту сторону Двигается и поиск С перплексити Да Что ты Получается Идешь не на сайты А получаешь Вот какую-то Саморизацию Такая Такая вообще фишка Вот с таким сравнением Товаров Могла и в перплексити Появиться Когда ты просто пишешь Постригач газонов И тебе С пяти сайтов Пять разных постригачей Показывают Сразу В одной табличке И все И ты просто нажимаешь Ссылку купить Ну перплексити Сейчас тяженько Я думаю Так что Не будем давить на ребят Пусть хотя бы делают то Что у них запланировано В этом В их бэклоге А еще Угла Тоже случилось Нежданчик Случился Какой прям Нежданчик Нежданчик Это вот Новость из рубрики Зачем Я бы сказал Ну давай Рассказывай Ты пользовался Этим сервисом На этот вопрос Да Короче Был сервис Ну как не был Он есть Сервис Character AI Character AI Это сервис Где Короче Я честно говоря Думал Что он уже умер Но время был Один из самых Популярных И сервисов Ты заходишь На этот сервис И там Есть разные Персоналии Типа Дональд Трамп Там Илон Маск Дональд Дак Какие еще Известные Дональды Есть Напишите Пожалуйста Таск Туск Дональд Нет Дональд Туск Да Есть Есть и такой И ты можешь С каждым из них Пообщаться Типа Вот как с отдельным Персонажем Мне казалось Что все это Умерло Когда появились Джепетис Потому что Джепетис Буквально Закрывают Потребности Вот в этом Черек Три Яй Но Оказывается Что сервис Еще работает И он даже Денег приносит И вот этот сервис Купили Гугл Зачем? Зачем Купили Гугл? Чтобы Даджиминай Апи встроить Нет Там же Все сотрудники Это гугловские Были ребята Которые его свалили И видимо Они разрабатывали Этот сервис И сервис Не все сотрудники Основатели Основатели И наверное Сервис просто Не взлетел И Это основная Теория Которая я читал Что сервис Не взлетел Компании Наработок много Закрывать не хочется И они просто Вернулись в гугл Сказали Ребят Да Были неправы Да Вот забирайте обратно Мы вам по дешевке Отдадимся Короче А гугл Такой Ну а что нам С этим делать Ну что Ну ладно Вон там Этот Мета В опенсорс Фигачит Ну а мы не фигачим Надо наверное Тоже что-то фигачить В опенсорс Вот проект готовый Есть Вот они их забрали И такие Все А будете теперь Нашим Этим Ладаном От тех Кто говорит Что мы в опенсорс Ничего не фигачим Хотя фигачат На самом деле Ну как-то так А я вот еще Прочитал кусочек Новости И понял Что Их даже не будут Заставлять Переходить на Gemini API Их заставят Перейти На ламу Что тоже Интересно То есть Google Купил Charakter AI Для того Чтобы Charakter AI Перешел на ламу Отметы Ну это нужно Для того Чтобы оно В опенсорс Ушло Ну да Удивительно Почему это лама То есть У нас сейчас Век Когда мы видим Очень странные Коллаборации Компании Которые бы Наверное Никогда в жизни Не коллаборировали Тут надо еще Обратить внимание Что ребята Которые в Charakter AI Работали У них кроме Самого сервиса У них экспертизы На самом деле Много И там Тот же Один из основателей Который Как его зовут Шазир По-моему Фамилия Он Получается Работал На Ноам Шазир Да Ноам Шазир Он один из Контрибьюторов Attention All You Need Это та самая Одна из тех самых Работ Которые Собственно Запустили GPT Модели в мир То есть Там нехилые эксперты И Я думаю Google Думаешь Они скорее сотрудников Купили Да И возможно Эти сотрудники Будут работать Над какими-то Другими проектами А что Продукт в виде Charakter AI Не пропадал Просто Выложит в Open Source Типа Пользуйтесь Ну и все Ну окей Тогда Это имеет Хоть какой-то Смысл Потому что Так выглядело Что Google Это сделали Случайно Честно говоря Да Они потеряли Крутых сотрудников Они их вернули И все И все Или просто Чтобы закрыть Купили Как Google Это любит Кому-то Настолько Не понравился Этот сервис Что По факту Выход в Open Source Это с какой-то точки зрения Закрытие Так что Ну да Новый Новый Вид закрытия Витя Ты знаешь Почему мы с тобой Самые плохие подкастеры В мире В этот раз Нет Почему же Потому что Видите Мы забыли сказать Про самую главную новость То что мы оккупировали Наконец-то Канал на ютубе Теперь канал называется AI подкаст Если вдруг Нас кто-то смотрит В ютубе Не переживайте Ничего страшного Не было Это Это все Санкционировано Мы просто Полностью захватили канал А теперь у нас есть Собственный канал Под названием AI подкаст На ютубе Там можно оставлять комментарии Смотреть нас в видео Версии Если вдруг Вы нас пока что Только слушаете Так что приходите Еее У нас получилось У нас получилось Оккупировать И получилось записаться Для тех Кто на записи Вы не знаете Что мы раз из пятого Эту фразу Записали только Да Ладно Теперь можно дальше Двигать по большим рыбам Мы остановились На ком Кого у нас еще не было В этом выпуске Из больших рыб Еще не было Точно Меты Но еще не было Майкрософта Кстати Был Майкрософт Кого хочешь Был Майкрософт Ты вот все забыл У тебя память У тебя память как рыбка Память как рыбка У меня память как рыбка Да Это правда Потому что Майкрософт Мы говорили Гитхаб Точно Знаешь Осталась мета Осталась мета Да Что там у нас У мета Осталась мета Мета теперь Занимается Пчеловодством Потому что Они выложили Соту В open source Ладно Короче У мета Да Одну соту У мета Короче Есть модель Под названием Сота Это модель Для того Чтобы Вы Выбирать Объекты На видео Выделять их И дальше Там с ними Что-то делать Вот там Как в демке Показывали Там едет Типа чел На скейтборде Можете На него кликнуть И он сразу Выделяется На всех кадрах У меня другая Демка была Дальше вырезать У тебя другая была У меня была Да У меня была демка Где чувак Этот мячик пинает Ногой футболиста Типа На фоне дерева Прикольно Значит они разные Видосы показывают Да Кстати Можете попробовать Это в open source Это на самом деле Очень круто Потому что Технология Open source Запускается На разных корчах Ну Понятно Короче Бывают разные Но тем не менее И она действительно Очень классно трекает Объекты Я уже видел Тут Ребята в твиттере Выкладывают Как они Трекают мячик В футбольных матчах Например От этого уже Можно плясать Делать суперразные Крутые продукты Да Ну Мета вообще По продуктам Прям нормально Так фигачит Кроме того Что они сотни выложили Еще и по open source Компортам Ну да Да И они еще Начали заключать Договора Со знаменитостями Со знаменитостями Для использования Их голосов В своих И яйных продуктах И я когда-то С такими знаменитостями Как Представил Как Джуди Денч Киган Майкл Ки И Аквафина Мне пришлось Гуглить Тем не менее Тем не менее Вообще Когда я прочитал Кафина Я подумал Что-то из пацанов Чувак Который Да Надо было Планочку Не задирать Смотри Смотри Как мы все Сделали Красиво Да Надо было Аквафину Взять Ну вообще По-моему Новая же Не новая Эти Те же Челек Которые Яй по-моему В свое время Со снабдогом Делали Аватаров Договаривались Да А не голоса Да Это будет там Текстовая аватара Ну посмотрим Куда они это Запихивать будут Во что Ну написано Что будет Использоваться Вообще На всех платформах Мета Эти голоса Ну в смарт-очках Рейбан Понятно Что будет Будет какой-то Болосовой Видимо Ассистент В последнее время Посматриваю Ну с них Видос записывать Утопно От первого лица Да Да И всю эту штуку Они планируют Показать На мета-коннекте Это их конференция Ежегодная В этом году Она будет 25-26 сентября Поэтому ждем С нетерпением Что нам там Марк наш Цукербергий Интересного покажет Я очень жду Что Oculus покажет Делаем небольшие ставки Что будет Какой-то голосовой Ассистент Видимо Ну учитывая Что это Марк Я думаю Я думаю Что там будет Еще много Мета 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 и я Мета Всего остального Метаверс Кстати Метаверс Напробитие тебе Если бы Мета открывала Офис Например Где-нибудь В русскоязычной Стране Как бы она его Назвала Метаверс Дочернюю компанию Не Метаверс 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 Ну ментаверс Да нормальная тема Нет Нет У меня другая Ирония Тогда была бы Дочка у метаверс Ирония Была бы метаверс Нормально К последним Нашим Большим Рыбам У нас На самом деле На повестке Осталась Nvidia У которой Случился Здоровенный Слив Документов Да Там интересно Да Ну тогда может Расскажет Что там было Потому что Он нормально Так наследил Короче Там не только Внутренние документы Еще и скриншоты Переписки Где Некие Некие Люди Говорят Неким Другим Людям Что типа Ребята Для обучения Нашей Новой Модели Которая Будет заниматься Генерацией Видео Вам нужно Набрать Материалы Для обучения И брать Вы их будете На вот этих Вот каналах На ютубе И в список Каналов А еще Не стесняйтесь Брать Типичные Голливудские Картины Для того Чтобы И там С Нетфликса Какие-то Еще материалы Со стриминга Праздных И просто Разные Голливудские Фильмы Как можно было Так продолбаться Я просто В афиге Ну слушай Я думаю Если бы Некоторую Нашу С тобой Переписку Слили Там тоже Можно было Нарыть Много Чего Странного Ну мы же с тобой Не инвидия Как бы Не компания Которую Можно Засудить За авторские права В принципе Даже без таких Сливов Попробовать По крайней мере И так проблем Хватает С авторским правом У разработчиков И я И инфраструктуры А тут просто Такое Ну Это было больно Я думаю Что мы еще Увидим Судебное Разбирательство Должны увидеть Ну там Хайп поднялся Маркус Броуди Написал Что как так Инвидия На его роликах Обучается Некоторые блогеры Просили себя Добавить В этот списочек Типа Мы не против Да Там кто-то Начал проситься Удалить себя А кто-то Наоборот Типа Добавьте меня Пожалуйста Да Может нейронка Лучше будет Понимать Мои видосы Ну так что Да Почитайте Эту новость Новость Прекрасная На 404 Медиа Ссылка будет Как обычно В описании Вот Наверное По большим Рыбам Очень прикольно Что модель Которую они обучают Имеет кодовое название Космос Не спейс А именно Космос Лучше бы пчел Подожди А космос Это ж Типа Слово Из латинского Кот Алфавита Не из латинского По-моему Греческое Вроде бы Греческое слово Если я ничего То есть в английском Используется Астронавт Астроном Космос Космос используется Или наверное Используется Нет В английском языке Есть слово Космос Насколько я помню Оно используется Просто Ну прикольно Что именно Космос 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 Я в космосе А все почему А все почему Знаешь почему Космос Потому что Такое есть только У меня И у Майкла Джексон Да и то не факт Да и то не факт Да Напишите кто понял Ссылку Все С большими рыбами Покончено Все Больше нет В нашем озере На сегодня Больших рыб Да Но Осталась Рубрика Что еще В которую входят Все другие рыбы Так сказать Не только большие Но и Да Эта рубрика На самом деле Со здоровенной новости Начинается Потому что Наверное На уровне новости Gmini 1.5 Про Experimental Завирусилась новость О запуске Новой диффузионной Сеточки Под названием Flux.1 От компании Black Forest Labs Которая просто Сходу Задала жару И Миджорни Шестому И Стейбл Диффьюжн Экселю И всем Потому что ребята Выпустили в Open Source Три версии Этой сетки И она рисует Картинки На уровне Последних Диффузионных Моделей То есть Фотореалистичная Графика Вообще easy Более того Можно это запускать У себя на компах Там нужно Немало Конечно же Оперативки Либо графики Графической памяти Но тем не менее Это работает И есть сервисы На которых можно Это потыкать Попробовать Я попробовал Я попробовал Получил Крутые Вайбы Новый Я попробовал Вайбы Крутые Не сказал бы Что это лучше Миджорни П6 Состейбл Диффьюжн Экселя Плохо знаком Но Хорошо Хорошо Это во всяком случае В порядок Лучший Дали Который Работает В части GPT Я до сих пор Не понимаю Почему они в GPT Не могут впихнуть Нормальную Диффузионную модель Чтобы она рисовала Графику Скорее всего Они боятся Что им еще больше Судов накидают Потому что Дали способен рисовать Может просто Альтману Картинки Да Только мультяшную Какую-то срань Мультяшную Не знаю Мне кажется Альтману Просто неинтересны Картинки Но Больше Флакс 1 Меня удивила Китайская компания Вайду Вайду Почти Вуду Я думал Ты скажешь Виду А ты прям Вайду Боришь Виду И выйду Виду И выйду Короче Еще одна Китайская компания На весь мир Запустила Генерацию Видосиков По промтам Помним Что Клинк уже работает Да Даже не нужен Китайский номер В лучших традициях Китайских сервисов Да Они решили Не байтить Аудиторию Как это делал Клинк И сразу дали доступ Через Google аккаунт Сначала у них там были Траблы Потому что Случился Супер Лавинообразный эффект И сервера регли Но сейчас сервис доступен Я потыкал его Он генерит не то чтобы прям Супер крутые видосы Но например Для каких-нибудь перебивочек Либо для какой-нибудь графики В какие-нибудь там Видосы на ютубе Ну я имею ввиду Анимационные графики Вполне нормально Плюс он может делать По референсу с картинки Я в чатик там кидал Бороду читающую рэп В принципе Да Смотрибельно Ну понимаешь У всех этих сеток Одни и те же проблемы Вот это вот галлюцинирование В кадрах Когда Вот даже на твоем примере Когда у тебя Сначала один микрофон Вырастает в руке Потом второй микрофон Вырастает в руке Как этот Турецкий стрелок Который стреляет Из пистолета А потом У него резко Пистолет превращается В пиво Да И он пьет пиво Ну это же шедевр Это же шедевр На уровне Это шедевр Ктулху Невесты Ктулху А может даже и выше Да Да Кстати Вот если кто-нибудь Напишет в комментариях Откуда мем На уровне Высоцкого А может даже выше Получит мой Сердечный респект Или приступ Или приступ Да Что-нибудь такое Ну короче Не знаю Точно Неплохой Игрок Но пока что Они у них У всех свои Детские болезни Одинаковые Ты жалуешься А я тебя Похечу Во-первых Потому что Я вот сейчас Пересматриваю Тот замечательный видос Где я читаю Рэп со сцены И там микрофоны Не вырастают из руки Он там из-за кадра Появляется Так что не надо Тут угнать Из-за руки У меня ничего не вырастает Ну да Подожди Сейчас еще раз посмотрю Так А нет Все-таки да Все-таки он появляется Ну я просто фокусник Просто я забыл сказать Что там в промпте Еще был Леша фокусник На самом деле Это же все Как бы Пародии Той самой Соры Которую мы Пока что не видим Это OpenAI И мы должны увидеть И я как-то Прям оптимистично Настроен на то Что ссоры Даст всем прикурить Если таки появятся В паблике Ожидания От нее Повышаются Буквально С каждым часом Возможно OpenAI Будет проще В какой-то момент Ее не выпускать Запартнериться С Клингом Сказать Ее уже люди ждут Ну OpenAI Умеют удивить Так что будем надеяться А вот по Миджорни Расскажите Ты пользуешься Еще или не пользуешься Миджорни Иногда пользуюсь Кстати Я знаю Про что ты хочешь спросить Ты хочешь спросить Про версию 6.1 Пробовал ли я ее Вышла версия 6.1 Я ее пробовал Там достаточно Минорные изменения На самом деле И более того Судя по всему Миджорни Хочет перейти На мансли Цикл релизов Потому что 6.2 Обещается уже Через месяц Вот релиз Ну и 6.1 Уже обещают 6.2 В 6.1 Лучше ли руки Рисование рук Имеется в виду Еще более Реалистично Куда больше Куда больше Я вот это вообще Не понимаю Они уже Генерируют графику На уровне Суперфотографа Занимаются мелкими Детальками Они сейчас Занялись задним фоном У тебя раньше На заднем фоне Всякое непотребство Происходило Если увеличить Они сейчас Занимаются тем Чтобы на заднем фоне Мелкие детали Тоже были реалистичные Ну Посмотрим Мне понравились Юзкейсы Того Как в Миджорне Последние версии Генерируют Футореалистичную Графику А потом Скармливают В Клинк Или в Джен 3 Я уже не помню В Джен 3 Наверное И эта графика Прям оживает И она оживает Прямо очень киношно То есть Все Мы живем в мире Где ты генеришь Графику Которая не существует Оживляешь И у тебя получается Видео Достаточно Прикольного качества Если не пробовали Можете попробовать Что у нас дальше Дальше у нас Есть небольшая новость От Perplexity Perplexity Наконец-то Что Нашли Способ Монетизации Для партнеров А не для себя То есть На них же там Началось давление Что мол Вы там запустили Свои эти Как они называются Забыл Пейджес Статические Эти странички И что мол Теперь вы Генерируете Эти странички Беря информацию Из крупных изданий Крупным изданием То есть нам Это не нравится Поэтому давайте-ка Мы Perplexity Вырежем Из всех индексов Запретим их Ботам Индексировать Наши сайты И в итоге Они Предложили Компаниям Новостным Сайтам Всяким Типа Times Или Fortune 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 Предложили Отдавать часть Доходов То есть Чтобы не было Претензий Мы берем Ваши данные И доходы От показа этих данных С вами делим В принципе Моделька прикольная Такую модель Вроде никто пока не предлагал Правда непонятно Как они будут Вообще Ну как они будут Шерить информацию По Монетизации Статей Как они вообще Будут вычленять Куски Из оригинальных Статей Которые Используются В генерациях Сморизациях И яйных Но в целом Ощутимо Что перплексити Сильно задавили Не забываем Что это все таки Стартап И они пытаются Хоть как то Выкарабкаться Чтобы Трафик у них Оставался Жалко Ребят Честно говоря Блин Да Какая-то Очень грустная Новость Скорее И эта новость Грустная В предыдущем Выпуске Запуск SearchGPT Тоже Наверняка Ребят Демотивировал Ну а с другой стороны Может быть Они станут частью Какого-нибудь SearchGPT Так как многие Стартапы Либо Либо конкурирующего Продукта Купят условно И как его Господи Антропик Антропик Например Или какой-нибудь Амазон Так не знаю Кстати у Антропика Это был бы Очень логичный шаг У Антропика До сих пор Нет вообще Никакой поддержки Вебсерча В их моделях Это самая Большая Самый большой блокер При работе с Клодом Тем же Ты не можешь Серчить Если бы они Запартнерились С Perplexity Либо стали Вообще одной компанией Это по-моему Был бы win-win Они бы приблизились Практически На 100% К оптанной Функционалу Это да Кстати Reddit Reddit Давненько у нас Не было новостей Про Reddit Redisca Теперь у них Название Redisca Потому что Они надоели Название Redisca Да Потому что С чем у нас Reddit ассоциируется С тем что он Не позволяет обучаться На своих данных И хочет денег И Ну еще не забываем Что он сообщество Очень сильно Год назад тушил Глушил И пытался там В сообществах Навести свою Диктаторскую Нотку порядка Это не связанная С я им новость Но там Многие сообщества И Reddit Позакрывались Из-за этого Вот Ну Что теперь Reddit хочет Если раньше Reddit хотел Чтобы модели Которые Обучаются На контенте Написанном На Reddit Платили Reddit То теперь Reddit хочет Чтобы компании Которые Просто индексируют Reddit Ради поиска Платили Reddit То есть Опять достается Условному Перплексити И даже Бингу Перепадает Потому что У них там Выдача начала Падать с Reddit То есть Ты прикинь Все эти Reddit Вообще Меня убивает В этом плане Потому что По-моему SEO Reddit Нет А Стаку Оверфлова Еще Вот они В одной Компании SEO Стаку Оверфлова По-моему Недавно Заявил Что Весь Контент Сгенерированный На их Платформе Является Собственность Такой Оверфлова Пошел Директор Стаку Оверфлова Я не Считаю Что Тот Контент Который Я там Пишу Это твой Контент Хотя Конечно Пользоваться Соглашением Наверное Так Написано В целом Из-за всего Этого Хайпа Что Компании Новостные Пронюхали Что User Generated Контент Можно Продавать Они Резко Взяли И объявили Этот контент Своим И людям Как бы По большому счету Людям пофиг Многие даже Не читают Эти агрименты И теперь Они просто В наглую Дерут бабки И вплоть до того Что исключают себя Из поиска Потому что Они настолько большие Что на Reddit Все равно будут заходить Там наверняка Большая часть Переходов Прямых А не из поиска И Ну Это же Откровенно Просто Нажевательство Конкретно Нажевательство И мне в этом плане Очень Google Стало жалко Я подумал Так что Вот сидит такой Google Просто предоставляет Всем поисковый сервис Да Вроде как Конкуренции особой нет Все у них нормально Тут появляется Яйка Все начинают Продавать данные Все начинают Выпиливать себя Из поиска И Google Такой Блин Ребята Да что С вами не так Хорошо же сидели Ну кому Да Раньше кстати Было почетно Попасть в Google Сейчас видишь Уже Как меняются Есть нюансы Да На данный момент Robot.txt ресурсы Вообще запрещают Любые доступы Роботов Контенту Да и Пхер на этот Robot.txt Ну камон Типа Я понимаю Судебные издержки Могут быть Но честно говоря Вот Я если бы был Разработчиком Какой бы Своего подпрожита Я сказал Пхер Реддит Забил бы Анализ Robot.txt И просто бы Парсил Да И парсил бы себе Сколько мне влезет И потом Потом еще Будете доказать Ну типа того Я не призываю Просто я офигеваю С того как люди Доят деньги Абсолютно Со всего С воздуха Ну почти С воздуха Типа пришли пользователи Сгенерили вам контент И вы его еще продаете Мой тейк прошлого года Если вы продаете Контент Который я генерирую Вы мне деньги тоже Платите пожалуйста Я шел Ну вообще как-то же Как-то да Не очень честно Получается А то блин Вы со всех сдираете А нам что Вот в этом плане Кстати Придется отдать Должное Господину Илону Маску Потому что Так-то он делится Часть рекламных доходов Твиттера с тобой Если твои твиты Принесли людей На рекламу Да 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 В этом плане Согласен То есть Ну не хочу Не хочу Маска обелять Но Он просто Знаешь Кажется будто бы Маск понимает К чему это все приведет Если он Будет делать так Как Reddit Потому что Пользователи будут Негативно относиться К платформе Еще более негативно А вот ребята Из Reddit Они в моменте Может быть Ребята из Reddit Из такой Верфлова Просто понимают Что в скором времени Их сайты никому Не нужны будут С таким развитием И они просто пытаются Знаешь В конце выдавить Все что возможно Из этого Ну Не исключено Не исключено Хотя мне кажется Reddit Еще долго будут пользоваться Там все-таки Это Все-таки Комьюнити Общение По интересам И прочее Не знаю Я надеюсь Что появится Что-нибудь Децентрализованное Ну Уже есть аналоги Просто они Не распространены Особо Ну Ну да Но я все равно Каждый раз Офигеваюсь О этих новостей Как на нашем С вами контенте Какие-то там SEO Наживаются Хотя по факту Мы приводим Тут трафик И мы создаем Им денежный оборот За наш контент Да Вот если мы все Возьмем И уйдем Оттуда То все Все сразу Или забастовку Сделаем Или забастовку Кстати да Пора делать Забастовки Пользователей Я так считаю Много кого Есть забастовки А вот забастовки Последняя попытка Забастовку Пользователей Устроить Когда просили Дурова стену Вернуть Но тогда Не дожали Ты видел Этот мем Из Игры престола Дурова штурмуют Стену Да Да Видел Видел Там ледяная стена Идут эти Как их звали Не помню Белые ходоки Да Белые ходоки Дети Дурова Ладно Давай двигать дальше Все у Рейдита Побомбили Теперь давай Порасскажем Что у нас Хорошего В науке и технике Потому что там Как всегда Новости Приятные Интересные Начнем с робота Да Давай начнем с робота Фиджер Яй Не фига Яй А фигура Яй Фигур Яй Да Да Если помните Это кстати Одни из первых ребят Которые с роботами Начали хайпить По моему еще в прошлом году Они выпустили Свою Фиджер 0.1 Гуманоидный робот Который там И руками вертел И ногами вертел И головой вертел Красиво Фиджер Это который с круглым лицом Таким Да У него круглый такой Экран вместо лица Я уже начинаю путаться В этих роботах Нет Круглый экран Это у кого-то другого Он там еще гнулся Во все стороны Я уже даже не помню У кого По моему это вообще Опенсорс Нет не опенсорс Не помню у кого Нет Фигуруя Это такой Типа Гуманоидный Харри у него На Харри Такой здоровенный Моник Типа как манекен Только живой Угу У него нет ни глаз Ничего Просто Такое Манекенское лицо И Что за новость Они выпустили вторую его версию Стартап Поддерживается OpenAI Стартап По моему Он хайпил тем Что в небольшой команде Буквально за год За полтора года Спроектировал первую версию робота И вот они показывают вторую версию Вторую версию Они заинтегряли с AI OpenAction И теперь робот Может Слушать Ну в смысле Говорить И понимать речь Соответственно Вести полноценные разговоры С людьми Вот Это прям прикольно Потому что Знаешь Как бы робот Который выполняет твои действия Просто слушая тебя Это Будто бы уже пройденный этап А тут робот Который с тобой еще общаться может А если в него еще Рано или поздно впихнут Это голосовой ассистент новый То Останется только нарисовать ему Красивую мордашку И вот мы в киберпанке Где ты ходишь С робо-геллфренд Либо бойфренд И вы общаетесь с ним За птичек И прекрасное будущее И у вас платоническая любовь Пока еще Да Уже Зная новые технологии И в этом во всем Леша Может не только платоническая Там сейчас Эти девайсы на месте Не стоят Ну вообще Посмотрите презентацию Робот этот Не смотрится Прям как супер Что-то вау Он двигается Все еще Креповато Но он может беседовать Практически в режиме С реального времени Спич-то спич У него 6 встроенных камер Что позволяет Очень хорошо Ориентироваться в пространстве У него проработаны руки Теперь там 16 степеней свободы И сила подкорректирована На то Чтобы работать с людьми То есть Пожимая руку Он вам ее не раздавит Пока что Сам робот Пока что Да Сам робот небольшой Метр шестьдесят пять сантиметров Метр шестьдесят пять сантиметров Ну такой среднестатистический Гном Робот Робот В смысле Ой, я сейчас на скользкую дорожку вступил Гном Я имел ввиду из Толкина В Толкине гномы По-моему были высокие Как раз Возле этого роста Ничего не имею против Людей с метром Метр шестьдесят пять Это хороший рост Абсолютно нормальный Попытался выкрутиться У тебя не получилось Ладно Я это подрежу Или не подрежу Не знаю В общем никого не хотел оскорбить Просто робот Такой Метр шестьдесят пять Кстати Очень приятно Мне очень нравится Я так скажу Ладно Уже не закапывайся Еще больше Короче От не самых высоких роботов Переходим К самым высоким технологиям В области стоматологии Потому что Компания Это вообще трындец какой-то Персептив Из Бостона Провела Стоматологическую Скажем так Операцию Полностью Оптоматизированным роботом Там Такие Типа Робоманипуляторы Подготавливали зуб Для восстановления коронки Для этого Зуб надо Сточить Короче Сделать его Уже Сильно По всем Вокруг Короче Как это правильно называется Объем Зуба уменьшить И после этого На него Там устанавливается Да По периметру И после этого На него устанавливается Короночка То есть Саму коронку Устанавливали люди Но вот эту вот Операцию стачивания Которая вообще Муторная Долгая И хирург Не хирург Хирург-стоматолог Должен ее делать Очень Аккуратно И обычно Это занимает Там Ну Дофига времени А робот справился За 15 минут Ну Кстати Журналисты По-моему Приврали слегка Потому что Я-то коронки ставил У меня их 5 штук И я прекрасно помню Как обтачивание происходит Типа Мой доктор Это делал буквально За минут 20 Максимум 30 Ну я думаю Там от зуба Я думаю Там от зуба Зависит все-таки От того Он насколько расположен По отношению К другим И так далее Слушай Ну это выглядит просто Ну типа Вы посмотрите Фотки в статье Я вот в чат фотку закинул Над тобой Ездят роборуки Которые засовывают тебе Иголки Ну не иголки А бормашина С вот этими вот Что может еще и страшнее Чем иголки Ну типа Что может пойти не так Всего лишь там Как-нибудь алгоритм Заглючил Тебе в небо Эта игла впилась И не знаю Там Или в горло Просто залетела Рука И что ты сделаешь Вот тебе прижал Этот бормашина Прям в горло И все И ты хер встанешь Все До свидания Пациент Ну то есть У меня Такие картинки Возникают Я понимаю Что это Крутой прорыв Это прям Класс Роботизированное Там Лечение рта Но по факту Это здоровенная Роборука Которая оперирует Все той же Бормашиной И Ну Человеку доверия Больше Я бы не лег В такую машину Они там еще писали В статье Что типа Она настолько Классная Что Может даже Работать с человеком Который подвижный В смысле Человек может Там головой Дергать И робот Сам Подстраивается Но Я Я не знаю Я Не знаю Это прям И мне кажется Что Мне кажется Что тебя Для такой операции Должны еще Знаешь Класть В такую В такую Ложу Для головы Вот Когда операцию Делают на глазах Тебе там Все фиксируешь Чтоб ты не дергался Так и тут надо Ну потому что Блин Это стремно Ты пошел лечить зобы К такому роботу? Да нет Наверное Не пошел С другой стороны Может в будущем Меня и спрашивать Не будут Я думаю Просто пришел А там такая Фиговина стоит Женя там пишет Он еще и на трупах Наверняка Отлаживался Блин Факт Факт Скорее всего А прикинь Я сейчас просто подумал А вот чтобы На какого бы робота Я пошел Типа Первая мысль была Ну наверное Такого Который иголки Тебе в рот Не засовывает Или там Сверла острые Какие варианты? Ну наверное Лазером Потом я как подумал Что там знаешь С мощностью лазера Переборщат И вот у тебя дырка В голове Весь с зобом Давно есть роботы Которые Которые управляются Не ИИ А людьми И такие роботы Давным-давно Проводят операции Но новости Периодически Проскакивают Там последние годы Что провели операцию Там Где хирург Находился Там В другом городе Ну все-таки Это операция Под общим наркозом Обычно Ну да Конечно Как правило А тут ты как бы В сознании Наверное лежишь Ладно Я так скажу Я бы наверное Согласился на такую операцию Но если бы меня нафиг Отключили На время всей этой операции Потому что я бы Очень паниковал Видя все эти машины Над моей головой Да Я боялся вообще дернуться Наверное Лежал бы просто Вот не шелохнувшись Все это время Мне тут товарищ Недавно рассказывал Как он Сетчатку По-моему Мы ему прижигали На место Ну коррекцию делал И он ее делал Каким-то новым методом Раньше Сейчас информация Для неслабонервных Раньше Чтобы сетчатку Припаять Надо было Рубаночком Специальным Маленьким Стесать Верх Слизистого Верхнюю оболочку Слизистого тела И дальше тебе Уже там вот Через вот эту Образовавшуюся дырочку Операцию Все делали И это типа Если в интервью Тубе посмотреть ролики Ну это выглядит Мега стрёмно Это занимает Не то чтобы Много времени Но тебе Счесывают Рубанком В глаз И засовывают На что-то А товарищ мой Делал какую-то Новую процедуру Он говорит Я просто лег Мне посвятили Лазером 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 выжали Там какой-то Кусочек Специальный И потом Просто каким-то Маленьким Пинцетом Лазер Из глаз Достали То есть даже Прокола По факту Не было Никого Почти прокола Кроме единственного Когда доставали Лазер Все это Заняло Типа Две минуты Минуту Там буквально Пять секунд Лазер Жет Потом Ты ждешь Тебе там Капают Кую-то Штуку В глаз Чтобы Видимо Все нормально Было И потом Тебе этот лоскуток Еще 15 секунд Достают То есть вся операция По факту 20-30 секунд Ну офигенно же Новые технологии Ну это же стрёмно Триндет Стрёмно Ну блин Ты зрение Хочешь нормальное Ну ладно 15 секунд А тут 15 минут Надо лежать Под этим роботом Ну да Да И может Кстати Он тебе еще и зрение Случайно Откорректировать Сможно Ну с глазом Понимаешь С глазом Ты особо не чувствуешь Типа тебя там Заморозку ввели И ты не чувствуешь С зубами Ну сколько бы Заморозок не вводили Там все равно Ты чувствуешь Как там По кости вибрации идет Ты чувствуешь Как кровь потекла И она там Тебе стекает иногда Если заморозку Там как-то не так сделают Ты иногда И чувствительность Не до конца теряешь Роботу Что не объяснишь Ну типа Доктору ты можешь Там рукой стукнуть Он остановился А роботу что ты У тебя кнопка будет Остановить Ну кстати С кнопкой Остановить Хорошая идея Спрашивают Плоскуток Совсем удаляют Как отрезанный Там я так понимаю Прижигается лазером Часть Вот Какая-то часть глаза Я точно не знаю Там Зависит от того По-моему Что конкретно лечит Вот Но вроде бы Смысл как раз в том Чтобы тебе кусочек глаза Именно убрать Все Потому что Линза Глазная Она Да Да Меняет форму Там пишут Если достаточно Купаку Просверлить зуб То можно Откорректировать Зрение Блин Вот да Да Именно так Но Вот туда мы и движемся Да Я больше надеюсь Все-таки На китайских врачей По-моему Китайских Которые тебе уколчик делают Тебе новый зуб вырастает Все В глазу Причем В глазу Да Может и в глазу Не Вполне серьезно Это вот уже Клинические испытания По-моему Прошли То есть Скоро с помощью уколов Зубы будут выращивать Если можно будет Просто удалить На месте его Через недельку Вырастить новые Я только за А если я не хочу Можно отказаться Что Не выращивать зубы? Да 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 Или по-любому Будут выращивать Не Ну не хочешь Не надо Ну ходи с дыркой Там Если хочешь Окей Ну чисто на всякий случай Хотел начнить Склевывать удобно будет Нормально Свистом Там свистеть Можно будет Мем Был такой Объявление В газете Где-то Или в интернете Что типа Оксана доставит пчел Прямо к вам в офис Там было написано Типа Можно ли ее остановить Или это случится В любом случае Да Такие новости медицины И наверное Последняя новость Про науку и технику Тут Последние полтора года У нас Есть тенденция Показывать Сыратые AI девайсы Привет AI pin Привет Rabbit R1 Который вот так вот Выглядит Я вам напоминаю Все руки не дойдут На него Android поставить Какой-нибудь Limitless Pedant Который тоже Скоро придет Штука Которая записывает Все что только можно Что там еще у нас было От open router Было устройство О1 по-моему Open source Которое по факту Просто Передает Твой голос На телефон Тут Еще одно устройство Появилось новое Которое Завирусилось Называется No friend По факту Это кулон Который висит У тебя на шее И слушает О чем идет беседа У тебя Ты можешь С кулоном разговаривать Либо вы в компании С кем-то сидите Он слушает Эту беседу И в процессе беседы На телефон Высылаете уведомления С какими-нибудь Бодрыми Фразами поддержки Либо Типа Да ты не лошара Ну это Типа того Типа Полноценный Участник беседы Который будет Тебе подбадривать Суть этого компаньона В принципе в этом Чтобы оказывать Эмоциональную поддержку Своему Хозяину Скажем так Я посмотрел Там очень мало Информации на сайте Практически ее нет Есть одна демка Ну то есть Тупо сидят люди Общаются Им там уведомления На телефон приходят Какие-то контекстные В зависимости от разговора Я вообще не понял Для чего это нужно И Почему вокруг этого Возник какой-то хайп В соцсетях Ну наверное Может ты мне объяснишь Поколы интровертичным людям Которым тяжело Общаться самостоятельно Может быть они хотят С помощью такого устройства Мне кажется Что с рево аудиториями Такие люди Которые хотели бы Получить устройство Которое будет Облегчать им Социализацию Как им кажется Видишь Видишь ли Видите что Вот мне Рэббит Р1 очень нравится Он очень няшный Он приятный Его делал Тиннэйш Тиннэйш Да Несмотря на то Что эта коробочка Ерунда полная Потому что там По факту приложенька Которую можно развернуть У себя на телефоне Будет весь тот же функционал Что здесь внутри Но тактильно Это приятно Тут есть кнопочки Вибрашки Ну то есть Компания Тиннэйш Инжиниринг Умеет делать Абсолютную херню Которую продаешь И не жалеешь Вот Поэтому типа R1 для меня понятен Вот этот педант Под названием Friend Который висит у тебя На шее И проксирует Твой голос на телефон Мне непонятен Как минимум По одной причине Он Он не прикольный Внешне Там нет никаких Элементов управления Это просто кругляш Просто блин Какой-то кулон А во-вторых Ты можешь А еще я могу Просто в телефоне Приложить Запустить Да Запустить GPT В бэкграунд моде И вот У тебя уже готов Блин Этот чувак А если тебе Хочется что-то глубже Делаешь себе GPT В котором настраиваешь Как он должен общаться И все Все Типа платишь 20 долларов Подписки в месяц И имеешь В том числе и Friend А не платишь 100 баксов Чтобы дойти Вот этот дурацкий кулон Он еще и выглядит Так здоровенный Такой будто бы Я не знаю Будто бы шайба У тебя на шее Я только что Придумал новый девайс Помнишь Раньше были микронаушники Для того Чтобы экзамены сдавать Студентам в аренду Предлагались Конечно помню Я даже Надиктовывал Такие Такие же микронаушники Только с чатом GPT Сразу с подключением К чату GPT Чтобы на экзаменах Ходить И сдавать То есть это просто Ты обычный наушник Продаешь А на другом конце Когда тебе Ну типа просто Запускаешь в бэкграунде Этот чат GPT Да именно так Но продавать задорого Отличная бизнес-индея Я даже знаю Как проект назвать Студент Прин тоже занят Студент Сразу целевую аудиторию Обозначить Что-то мне Шею после нашего Опенера Опять скрутило Ну махал ты и бодро А я видишь Вот сэкономил силы И теперь У меня шея не болит Да Ну что Такие у нас новости Были по науке и технике Осталось Немножко сервисов И будем на сегодня заканчивать Немножко сервисов Чуть-чуть ссылок И на этом все Как говорится Да Помни, что у нас сегодня Особая механика Говорения Лайкшер Анивер Мы говорим Лайкшер А потом ждем От Жени Агантаева В чате команду Когда он пишет Анивер Да, да, да Все так Все так Синхронизируемся Женя, готовься Мы уже скоро Если Женя Нас сегодня Кстати слушает Я надеюсь, что Я проверил Проверил Женя есть в списке Ну окей Короче, сервисов и ссылки Сегодня немного Во-первых У Лекса Фридмана Вышло интервью На всего лишь Восемь с половиной Нет ни минуты часов Я уверен, что Блогер под названием Ити Борода В этот момент Такой, типа Блин, так тоже Да Я взгрустнул У меня флешек Нет настолько Да Не, у меня есть Стрим на десять часов Так-то Где я пытаюсь Решать задачи Но Лекс Фридман Не конкуренция Интервью у него Это вышло С Илоном Маском Нашим Горячо нелюбимым Либо любимым И ребятами Которые работают На Нейролинк В основном Это было про будущее И про Нейролинк Я не знаю Успел ли его посмотреть Я там буквально Час посмотрел Пролистав Я пролистывал Только по чуть-чуть Ну там какая-то Фантастика Вот как по мне Ну прям Типа не в плохом смысле Там просто Маск Рассказывает про то Куда Нейролинк Стремится И это прям фантастика Потому что Он рассказывает Про По факту Общение через мысли Очень быстрый канал Между интерфейсом Мозг Мозг Человек Человек Когда ты можешь Обмениваться Любой информацией В любых модальностях На скорости До 100 мегабит в секунду Сейчас у них Скорость передачи Около там Несколько Килобит Бит Байт Или бит Я не помню Что он сказал По-моему битов Планируют они До 1 мегабит Я сказал 100 мегабит До 1 мегабит Это расширить Это прям колоссальный размер Говорит он Что До конца года 10 имплантов Еще уживят В планах у них Сделать В 100 раз Ускорить беседу Человека В планах Нейролинка Это такой у них Мейлстоун То есть человек-человек Интерфейс Скорость 1 мегабайт В секунду Это ускорение в 100 раз Я не понял Как люди будут думать Настолько быстро Скорее всего Имелось ввиду Передачи каких-то Визуальных образов По этому ускорению Ускорение всего да Получается Я могу думать Всякие непотребства А ты будешь это видеть Ну что тоже Неплохо так-то Ну да Наконец-то Ускорится этот процесс Да Еще они там Зарекались Про коллективный интеллект Это вообще Ну короче Посмотрите Я думаю Я к следующему выпуску Тоже дослушаю Есть что послушать Есть что послушать Маск хоть И странный чувак С точки зрения бизнеса Но с точки зрения Ведения будущего У него мысли Прям Фантастические Иногда даже Елистические Хотя Где Марс Где Марс Илон Маск Когда уже Марс Ну скоро Скоро дождемся Ладно Пока Илон Маск Давал Восьми с половиной Часовое интервью Фридману Студенты Из Стэнфорда Создали Проджект Так сказать Проджект Не знаю что я сказал Проджект Проект Альфа Ксив Короче Есть Опенсорсный Скажем так Архив Он так и называется Архив Арксив Через Архив Архив Да Это Ну хочется Очень считать Как архив Это сборник Статей Там По Научных Короче статей Связанных Там так или иначе С техникой Технологии Математикой Физикой И так далее И что важно Эти статьи Там лежат бесплатно Потому что В научном мире Очень большая проблема С тем Что очень много статей На самом деле Чтобы их почитать Нужно платить Очень много денег За подписку Либо за саму статью Очень много Прям Там Бывает Что и 50 евро Стоит статья Может А здесь Это все Выложено бесплатно В Архсайф А Альфа Архсайф Это Форум Где можно Обсуждать Сами статьи Если ты Не понял статью А скорее всего Ты не понял Статью Потому что На их статье Они Особым образом Написаны Что Вообще Без 100 грамм Не разберешься Ты идешь На форум И читаешь Разборы Где люди Скорее всего Это уже Переписали Простым языком Да Там Что Что меня Приятно удивило Там регистрация Абсолютно простая По гуглу Регистрируешься Заходишь И можешь Комментировать статьи Там пока что Небольшая база Но на популярные статьи Комментов хватает Можно посидеть Поразбираться Я Что еще подумал А Чем это платформа Ну то есть Название Я не про Альфа Аксайф Я про Архайф Типа Название Архайф Явно же Намекает Что Вот этот Х Будет читаться Как Х А такое Ахайф Есть только В Кириллице Угу То есть Там где-то Нашинские ребята Замешаны Или что за прикол Слушай Ну Была же Это Блин Господи Как звали Эту девушку Которая Украла Хочу статей Не украла Она сделала Публично доступным Те статьи Которые были платными Я все-таки Склонен Научные статьи Не называть кражей Ну окей Хорошо Она взяла То что стоило денег И раздала Это ведь платно Я забыл Как ее зовут Честно говоря Я тут тоже не помню Понял Что ты говоришь Ну так и что Ну а она Из Нашинских Нет Так там и архив Там и ресурс Нашинский Как бы полностью Да Да А здесь Я вот сейчас пытаюсь Пытаюсь найти Какую-нибудь информацию О создателях И что-то пока Ничего не вижу Можно у чата Джпти спросить Ой Он нагалюцинирует Мне кажется В этом случае Я спросил Кстати Ресурс С пиратскими Научными статьями От российской девушки Как ее звали Ресурс Которым вы говорите Называется Сайхаб Сайхаб Да Это он А вот Как Назвали ее Правильно или нет Сейчас мы проверим Да Да Казахстанская девушка Из Казахстана Александра Элбекиан Элбекиан Простите За произношение Нам даже Когда-то В контакте Переписывались Сто лет назад Это романтическая история Не Не романтическая Мы научно-популярный проект делали Курилка Гутенберга Если кто-то не слышал Про эту историю Посмотрите интервью Виктора На одном канале Айтишном Он там интересно Рассказывает Хорошо И Популярного Да И последнее интервью Последняя ссылка На сегодня Это Стабилити И Сегодня они не появились В больших рыбах Но тем не менее Они выложили в open source Крутую вещь Модель для преобразования Картинок в 3D Буквально из одной картинки Ты получаешь 3D объект Называется Stable Fast 3D Таких моделей Уже хватает На самом деле Open source Open source И не open source Но мы знаем Что stability Я умею делать Качественно Open source Поэтому Если вы 3D графикой Интересуетесь То можете пойти Попробовать Запустить ее у себя И посмотреть Как она работает Все Сегодня у нас Быстро получилось Слушай, да Мне кажется Повырезая все Будет где-то Час 30 Час 40 Я думаю Можно просто музыку Еще в конце Раз 10 пустить Будет 2 Так уже делали Мне кажется Было дело Ладно Ладно Не будем так Повторяться В конце Хочется попросить Вас всех До этого момента Дослушал Поставить обязательно Лайк Оставить комментарий Если вы нас на ютубе Слушали Поставить звездочку На подкаст Подформу Все кто не дослушал До этого момента Тоже пожалуйста Естественно Естественно Обязательно Пройдите по первым Трем ссылкам Которые будут в описании Это ссылки На наших корешей Зенджекса То как Как вы будете По ним проходить На самом деле Очень напрямую Влияет на то Как часто Будет выходить Подкаст И подведите Да Приходите в чат У нас там пока Еще лампово Хотя сегодня Было посягательство На ламповость Но мы разобрались У нас там Все хорошо И с вами были Постоянные ведущие Подкаста Лучшего в мире Про я и новости Искусственного интеллекта Алексей Катынник И Виктора Шеленченко Всем пока-пока И как говорится Лайк, шер Эй У меня было вообще Синхронно просто Да У меня я впервые сказал Да Синхронно Реально Служи Работает Но у меня я впервые сказал А ты позже Потому что интернет тупит А ну отлично Женя Спасибо тебе большое Все будем теперь Так всегда делать Работает У нас член команды Все Пока-пока Все Всем спасибо ребят Пока-пока Этот гений Был одним из тех Кто просто любит код Любит сложности И успех Инноваций Водоворот Он в ОПНАИ Как бог Влюблял в Джиппити Целый мир И мчал в прогресс Забыв про срок Таких спецов Еще боящий Под шум сербера Который так любил На Кенни Крэгерин Мчать он мог До новых Смешений Любых Но он исчез И никто не знал Куда теперь Мчит его код Один инсайдер Нам сказал Что в будущее Он ушел Ты летящий вдаль Вдаль Альфмаг Ты летящий вдаль Вдаль Альфмаг Но Хейт стал союзником Страха в тот день Против тебя одного Ты летящий вдаль Беспечный Альфмаг Но в мире Нас ждала война Война технологий И умов Где каждый был Как на веках Сквозь рада вопросов И шагов Проблем был полон Этот путь Но он стоял Не сборив бег И навстречу К разам На ледь Может и звук Он Как огонь Косле побед Ты летящий вдаль Вдаль Альфмаг Ты летящий вдаль Вдаль Альфмаг Но Хейт стал союзником Страха в тот день Против тебя одного О, ты летящий вдаль Беспечный Альфмаг Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова